Тишину в парке нарушает только работающая техника. Напомню, что на сегодняшний день парк Металлургов находится на реконструкции. Ремонтные работы завершатся в следующем месяце. Уже в октябре в парке Металлургов можно будет гулять, не натыкаясь на кучи строительного мусора, бригады рабочих и множество техники. Парк будет полностью сдан в эксплуатацию. Плоды труда можно наблюдать уже сейчас. В парке красуется новый фонтан, лужайки украшают ярко-зеленый газон. А благодаря сносу незаконных построек количество урн и лавочек увеличилось. К слову, как и территория парка с трех гектаров до пяти. Людей, выгуливающих своих собак на территории парка, также не встретишь. Некогда изрядно запущенный старый парк ныне преображается до неузнаваемости. Все работы ведутся под строгим и неусыпным взглядом бронзового Владимира Ильича Ленина. Скульптура вождя пролетариата своего местоположения не сменит. Под реконструкцию памятник не попадает. Жители города признаются, что этому только рады. Не так уж у нас и много безмолвных свидетелей истории. А благоустройство парку однозначно к лицу. Раньше заброшено было, а сейчас, видите, все берут в руки. Нормально сделано. Люди будут отдыхать теперь. Мы, конечно, очень довольны всеми этими изменениями. Я постоянно здесь хожу, занимаюсь. Всем передаю большую благодарность за все, что для нас сделают. Большое спасибо. Очень понравилось. Ну, скоро они закончат уже. Думали, что первого сентября откроют, а работы оказалось больше. Вот сейчас ждем не сентября. Каждое утро приходим, вот с мульской дышим, свежим воздухом. В парке Абая тоже произошли некоторые изменения. Здесь высадили десятки новых саженцев. И, судя по влажной земле, их регулярно поливают и за ними ухаживают. Деревья украшают аллею, на которой выставлена военная техника. Радуют то, что за саженцами ведется уход. Это значит, что семейство хвойных быстро приживется в жарком климате. Заметны позитивные изменения и в оврагах, которые местные власти озеленяли по программе «Шаткал». Даже некоторые журналисты, что с большим скепсисом воспринимали идею озеленения пустынных оврагов, теперь могут воздать должное упорству властей. Уже сейчас можно увидеть, что если в парке и есть засохшие деревья, то таковых единицы. В парке имеется поливная система, а на месте погибших саженцев будут высажены новые.